Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за слабостью американского доллара. Индекс доллара сейчас, хоть и консолидируется вблизи 99,50 пунктов, но все равно сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. И несмотря на то, что я допускаю, что в любой момент может развиться коррекция, она практически даже весьма вероятна и неизбежна, учитывая, как сильно мы просили в последние торговые сессии, общий фундаментальный фонд говорит о том, что этот актив продолжит последовательное снижение и в средне-долгосрочной перспективе окажется еще ниже. Но для того, чтобы доллар перешел к еще более устойчивому снижению, либо возобновил прежний медвежий тренд, ему необходимо дополнительное фундаментальное топливо. И в следующей неделе это как раз заседание американского регулятора. Событие, которое точно станет источником супервысокой волатильности, станет причиной значительных движений по всем категориям финансовых рынков. И я заранее, друзья, вас готовлю к тому, что нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Это принципиальнейшие вещи, которые важны, как и всегда. По повестке текущего экономического календаря. Сегодня будем вариться в статистике по инфляции. Во-первых, в 6.00 по GMT ждем данные по инфляции в Англии. После этого в 9.00 по GMT переключим внимание на статистику инфляционную по еврозоне. По евро этот актив нам тоже интересен. Мы решили краткосрочно поставить на то, что пара евро-доллар легко может добить сопротивление 1.13, но тоже нужна дополнительная фундаментальная поддержка. И сегодняшний релиз, как я отметил, по индексу потребительских цен вполне может справиться с этой задачей, потому что показатели инфляции влияют на действия регулятора. И сейчас Европейский Центральный Банк, если проводить параллели с действиями Федрезерва, не сомневается в том, что нужно дальше активно повышать процентную ставку. Тем более, что есть еще пространство для маневров. Ставка ИЦБ, конечно же, сильно отстает от ставки американского регулятора. И показатели инфляции. По прогнозам сегодня мы ориентируемся на цифры по базовому индексу потребительских цен, без учета цен на продовольственные товары и цены на энергоносители. Инфляция, скорее всего, останется на отметке 5-4%. Если немного округлить, это практически втрое выше целевого ориентира. И для сравнения, инфляция в США 3%, что всего лишь на 1% выше целевого ориентира Федрезерва. Поскольку инфляция сильно в еврозоне превышает цели регулятора, значит, уместно дальнейшее повышение процентной ставки. Главный экономист Европейского Центрального Банка Филипп Лейн и ранее глава ИЦБ Кристиан Благарта уже анонсировали неизбежность как минимум двух повышений процентной ставки. Протоколы, которые вышли на прошлой неделе, тоже не заставили нас и не дали оснований сомневаться в том, что ИЦБ останется привержен вот этому курсу на последовательное повышение процентной ставки. Отсюда делаем вывод, что евро действительно в каткосрочной перспективе как минимум будет интереснее, чем доллар. И нам не нужны какие-то совсем уже высокие значения 1.15, 1.16, хотя многие инвестбанки ориентируются на данный уровень уже сейчас. Нам нужно пока что сделать цель 1.13 и я допускаю, что это может произойти в самой ближайшей торговой сессии. Британская валюта. Текущие котировки 1.3022. Сегодня можно рискнуть, друзья, потому что сегодня будут данные по инфляции, которые по Англии тоже, также влияют на перспективу британской монетарной политики. Но в отличие от всех прочих регуляторов, Банк Англии нам интересен тем, что мы уже увидели решительный шаг по агрессивному ужесточению политики на прошлом заседании, когда ставка была повышена на 50 байсных пунктов. И сейчас, если будут какие-то сюрпризы от инфляции, по прогнозам ожидается, что в прошлом месяце инфляция снизилась с 8,7 до 8,2%. Но в последнее время статистика, точнее фактически цифры, очень сильно расходятся с прогнозами. И я совершенно не удивлюсь, если реальное снижение инфляции будет менее существенное, а базовый индекс потребительских цен и вовсе может показать положительную динамику и оказаться в районе 7,2%. Если это произойдет, то тогда не останется никаких сомнений в том, что Банк Англии и на следующем заседании повысит ставку на 50 байсных пунктов. В качестве такого рискованного предприятия и сделки я предлагаю смотреть на поддержку 1,30 и можно небольшим объемом, именно по факту выхода предстоящих новостей, попробовать срочно откупить с этого уровня с целями 1,31-1,32. Индекс доллара уже касался его некоторое время назад. Текущие котировки 99,70. Можно разбирать статистику, которая вышла вчера. Это данные по роничным продажам и промышленным производствам. Промышленное производство – очередной слабый релиз. Мы, в принципе, и вчера были уверены, что статистика точно не поможет покупателям, а скорее разочарует. Промышленное производство снизилось на 0,5%. Два месяца назад тоже было снижение на 0,5%. Роничные продажи – скромный рост на 0,2%. Прогноз предполагал повышение на 0,5%. Ранее уже говорили очень много про данные по инфляции. Говорили про последний релиз по Non-Farm Perils. И во всех этих отчетах, ну, прям прослеживается, убедительная, доказательная база для того, чтобы Федрезерв уже начал сворачивать текущий цикл ужесточения монетарной политики и ограничивался повышением ставки лишь единожды до конца этого года на предстоящем заседании в июле, которое состоится на следующей неделе. Если еще доказательства того, что высокая ставка уже начинает прям очевидно давить на экономику, мне понравился вот интересный обзор экспертов ФРБ Нью-Йорка, которые провели исследование относительно спроса на кредитные продукты в США. И выяснили, что за последнее время спрос на кредиты, точнее, процент отказов выдачи кредитов американцев достиг 22%. Это самый высокий уровень с 2018 года. Это все наследствие жестких условий кредитования, которые просто немногие способны потянуть с учетом тех уровней доходов, которые есть. И, конечно же, дальнейшее повышение процентной ставки может лишь ухудшить текущую экономическую ситуацию. По доллару в приоритете остается снижение, дальнейшее снижение к целям 99-98. Я уже отметил, что вряд ли мы увидим прям падение камнем и дальше, потому что рынок нуждается в какой-то консолидации, и периоды проторговки вблизи текущих значений в районе 100 пунктов. Но через какой-то период времени мы перейдем к развитию нисходящей динамики. Золото. 1975 долларов за тройскую унцию. Маленький шаг остается до сопротивления 2000. Мы все правильно делаем, друзья, будучи уверенными в том, что золото достигнет этого психологического сопротивления. Толпа по-прежнему 80% в коротких позициях. Десятилетние трежери с американской облигацией снижаются. Текущие показатели по доходности десятилеток 3,76, что, разумеется, еще больше снижает альтернативные издержки владения золотом. Все условия для того, чтобы золото дальше росло, ждем цели на отметке 2000. Доллар канадец 1,3171. По-прежнему цель 1,30 в приоритете, несмотря на снижение инфляции более существенное. В прошлом месяце с 3,7% до 3,2% мы знаем, что Банка Канады заряжена на еще одно, как минимум, повышение процентной ставки до 0,25%. И это какое-то время будет еще поддерживать интерес канадскому доллару вкупе еще с рынком нефти, который снова восстановился. И бренд сейчас опять в районе 80 долларов за баррель. Сегодня ждем данные по запасам нефти США в 14.30 по GMT. Согласно прогнозам, запасы от администрации энергетической информации снизятся на прошлой неделе на 2,2 миллиона баррелей. Если эти ожидания оправдаются, то тогда на рынке появится краткосрочный фактор роста котировок и бренд сможет прорваться выше 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!